На православный портал XGED поступил вопрос. Как жене вести себя с мужем в моменты, когда он неправ? Замечательный вопрос, очень хороший семейный вопрос, очень жизненный вопрос, и я думаю, что в таких, наверное, случаях бывали абсолютно все жены и абсолютно все семьи сталкивались с этим вопросом. Ну что же, давайте попробуем на него ответить. Прежде чем мы с вами порассуждаем, как же вести себя жене в данном ситуации, давайте немножко поговорим, что же такое христианский брак. Я хочу подчеркнуть, что христианский брак, он на самом деле сильно отличается от светского брака. Если в христианском браке муж, ну скажем так, следует заповедям Христовым, и даже иногда бывает очень жесток, как следование каких-либо правил поведения, это кардинально отличается от той жесткости, которая не освещена именно следованием за Христом. В том случае, когда муж не следует за Христом, он становится деспотом, он, скажем так, издевается, наверное, над семьёй, а в данном случае всё-таки если муж ведёт свою семью ко Христу, то мы должны чётко понимать, что он должен в два раза больше соблюдать правила, чем он это требует от любых членов своей семьи, будь то жена, родители, дети, хотя от родителей он требует не может, но иногда и такое, в общем-то, случается. Ну, давайте возьмём тогда жену и детей. В два раза он должен больше соблюдать этих правил, чем он требует от других. Ну, давайте с вами немножечко разберёмся в этом вопросе. Христианский брак, что же это такое? Естественно, он заключается во образ союза Христа и Церкви, как говорит нам апостол Павел. Муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, он же спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жёны своим мужьям во всём. Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за неё. Это апостол Павел в послании к Ефесской Церкви в пятой главе говорит. А вот что говорит Иоанн Златоуст. «Заботься о своей жене, как Христос о Церкви. Хотя бы нужно было отдать за неё душу свою, хотя бы пришлось испытать многокровные потери, претерпеть что-нибудь тяжкое. Ты не должен отказываться, ибо претерпев всё это, ты ещё не сделаешь ничего подобного тому, что сделал Христос для Церкви», – говорит Иоанн Златоуст. То есть в христианском браке большую ответственность несёт муж, чем жена. Но что же делать жене, если всё-таки муж неправ, и мало того, и он этого не хочет признать. Выбивать всеми правдами и неправдами из него признание в своей неправоте, я думаю, что этим самым мы просто озлобим наши все взаимоотношения, начнём забивать клинья между друг другом, но есть другой способ. Иногда надо поступить, сдав Москву, чтобы выиграть сражение. Как говорил бы Наполеон, не все сражения, которые одержали победу на поле брани, были выиграны. И не все потери, проигрыши в сражении на поле брани, которые мы понесли, были проигрышами. То есть иногда уступив другому человеку, другой человек, в данном случае муж, понимает свою неправоту, как, в общем-то, это плохо было сделано, и поняв эту неправоту, муж, естественно, изменит свой взгляд, подход на ваши взаимоотношения. Побеждает обычно только тот, у кого есть терпение. Поэтому мудрость и терпение в данном случае необходимы. Правда ради правды – это всё равно, что брать кредит ради денег. Глупо и бессмысленно. Можно доказать правду, но остаться одной. А можно, в общем-то, сделать так, что муж ещё и цветы в благодарность будет носить. Старайтесь достичь именно этого результата. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует... Продолжение следует...